Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 31 января, день Афанасия, день назван в честь святого отца нашего Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Он уже в детском возрасте играл в игры, где было крещение. Александрийский патриарх, увидев это, расспросил детей и признал крещение правильным. В дальнейшем Афанасий продвигался по церковной службе, боролся с орианской ересью. Когда святейший Александр представился, преемником его на Александрийскую кафедру был единогласно избран Афанасий. Этот день народ назвал Афанасий Ломонос. Начинались Афанасиевские морозы. Даже была пословица. На Ломоноса нос легко отморозить. Если пришел Ломонос, прячь щеки и нос. Более сильные морозы, чем эти бывали в феврале, Тимофеевские морозы. Сегодня народ избавлялся от нечистой силы. Для этого крестьяне проводили различные обряды и делали обереги, приметы. Метель сегодня предвещает позднюю весну, а солнце в полдень раннюю. Если на Афанасии оттепель, лето будет дождливым. Закат на ясном небе – сильным и длительным морозом. Если вокруг месяца и солнца сегодня виден круг, будет еще большее похолодание. Если сегодня вороны стаи окружат высоко в небе, морозные дни продержатся долго. Если сегодня обработать золой, взятой из семи печей, свою печную трубу, можно избавиться от темных сил, а не вылететь через трубу из дома. Сегодня день неблагоприятный для операций, новоселья и суда. Не стоит на Афанасии крестить мальчика. Это может навлечь на него мужскую слабость во взрослом возрасте. Сегодня я буду рассказывать о том, как приготовить пищевое средство, которое будет укреплять наше сердечко. Очень много людей сейчас страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Постоянная какая-то дряблась, постоянная дряхлась. И не дает человеку полноценно, полнокровно себя почувствовать. Особенно касается лиц пожилого возраста. С помощью чего можно укреплять сердце? Конечно, не с помощью таблеток, а лучше всего с помощью, естественно, пищи. Но стоит вопрос, а с помощью какой пищи? Конечно же, с помощью проросшей пшеницы. Потому что для того, чтобы сердечко наше работало, необходимы витамины группы В. Будут витамины группы В, причем полноценные. Значит, это уже 70% того, что наше сердце будет работать великолепно. Далее, нашему сердцу нужны углеводы. Откуда их взять? Не из сахара и даже не из меда. А лучше всего их взять из абрикос. Абрикосы в это время бывают только сушеные. И они содержат огромное количество различных веществ. Особенно калия, который поддерживает сердечную мышцу. Сахара, который ее питает. Вот. Значит, можно использовать абрикосы. Но стоит вопрос, а какие именно абрикосы? И вот смотрите, я здесь нарочно выложил раз, два, три, четыре вида различных абрикосов. Чтобы показать и сравнить, чем они хороши. Вот смотрите, вот эти вот абрикосы. Они очень хороши, так смотрятся. Но, они без косточек. И они такие блестящие, красивые. И даже, можно сказать, несколько жирноватые на ощупь. Это говорит о том, что они обработаны неким консервантом, который их прекрасно сохраняет и придает им такой хороший вид. Естественно, для целебной кулинарии они не подойдут. Просто-напросто. Зачем нам нужны консерванты внутри нашего организма, которые могут тоже сердце, наоборот, загубить. Поэтому мы их отлаживаем в сторону. Дальше. Второй сорт. Видите, они несколько поменьше. Но также мягкие. Такие же красивые. И это говорит о том, что они обработаны, опять-таки, особым веществом, которое сохраняет эту красоту, вот все эти качества. Но, тем не менее, оно, это вещество, проникает внутрь абрикос, что не дает им, так сказать, портиться и красиво выглядит, позволяет. Естественно, когда мы их будем употреблять, все это пойдет внутрь нашего организма. И надо будет выводить эти вещества наружу. Что-то они сделают положительно, а что-то, увы, повредят. Поэтому они тоже не подходят. Другой вид. Абрикос, сорт. Это уже, видите, такие погрубее, с косточками. Вот. Так же они не портятся. Более-менее они высыхают. Ну, так же имеют такой какой-то вот золотистый вид, золотистый такой вот оттенок. Я бы сказал, они получше предыдущих двух, но их я бы так же не рекомендовал использовать для целебного питания, а тем более для употребления сердца. То есть мы их так же обложим и не будем использовать. Седьмые лунные сутки. Окружающее нас пространство меняется каждые лунные сутки, открывая пытливому, целеустремленному человеку все новые и новые возможности. Работать со стихиями и духами природы. Остерегайтесь сегодня произносить ненужные слова и не рвите бумагу. Вообще сегодня меньше говорите и ни в коем случае не врите. Вас сегодня слышат и могут исполнить ваши желания. Поэтому проявите должное уважение и разум. Тем более, что сегодня вас могут провоцировать на плохие поступки, чтобы отнять эту удивительную возможность. Сегодня не рвите зубы и обязательно потренируйте руки. Восьмые лунные сутки. Сегодня мощные, энергетические лунные сутки, которые усиливают биохимические реакции в организме. Поэтому их так и назвали огонь. Чтобы эффект от огненной работы был больше, рекомендуется меньше есть, а лучше поголодать. В противном случае эта энергия потратится на расщепление пищи, а не на обновление и укрепление организма. Энергетика сегодняшнего дня позволяет составлять уникальные травяные сборы. Под действием огненной энергии происходит лучшее соединение лекарственных веществ, целебные комбинации. Что касается нравственных рекомендаций, то сегодня хорошо покаяться в содеянных грехах и простить своих обидчиков. Можно очищать помещение пламенем свечи.